Меня зовут Константин. В покере я не так давно, особенно в покере на деньги, потому что играл, ну как любитель новичок, достаточно давно, несколько лет, а на реальные деньги начал играть до курса покер-про, ну ориентировочно за месяц только. Вот и потом решил пройти курс, соответственно, играю я сейчас на лимите NL2, микролимит, и, конечно, планирую выйти на следующие повышающие лимиты. Вот. Так, что понравилось и почему? Мне понравилось на курсе, что есть структура определенная, это помогает уложить информацию в голове. Есть система баллов и поощрения, есть мини-группа и куратор, это, ну, хорошо помогает идти в темпе, ну, и для себя я, допустим, не стал бы какие-то баллы копить там и идти в таком темпе, ну, заданном. Вот. А для мини-группы уже начинаешь как-то стараться делать все вовремя и набирать баллы. В общем, коллег по покеру не хотелось бы подводить, ну и, соответственно, в курсе, наверное, я не подвел их. Так, ну, для новичка, мне кажется, информации, конечно, много, очень сложно усваивается. Повторять не всегда получается в силу того, что работаешь, по времени закладываешь только 4 часа на обучение, а по факту, как бы, тратишь, ну, гораздо больше, потому что только игра в покер полтора часа занимает, там, как правило, заносит и дольше сидишь, играешь, потому что не можешь выйти в плюс. Вот. Соответственно, по времени, ну, не очень укладываешься и усваиваться информация сложная. Можно. Вот. Ну, и в основном я играю в минус. Так получается. Есть необходимость наигрывать определенные часы в покере. Вот. Ну, это то, что, так сказать, не понравилось, что есть необходимость играть. Ну, а так, в принципе, очень все понравилось по курсу. Хотелось бы, конечно, продолжение, может быть, не в таком темпе, хотя, опять же, такой темп держать очень нужно, я считаю. Хороший темп. Вот. Ну, и вот, игра в минус в течение этого курса приводит все равно в определенное состояние тильта. Поэтому, ну, это я уже зачел в то, что не понравилось. По пользе. Какую пользу принес курс? Ну, вообще, как бы, каждая статья, задание, тренировка приносит пользу определенную, расширяет сознание по курсу. И, ну, в общем-то, расширяет горизонты информации. Вот, соответственно, пользу здесь приносит каждая теория, каждая тренировка. В общем. Так, а если во внимание покер не брать, то на курсе я бросил курить, наконец-то, потому что не хватало времени. Понял, что работоспособность моя падает. Соответственно, принял решение и, ну, как бы, вот все решил, что курить не буду больше и не курю. Так, по улучшению на курсе. Ну, по аналогии с подготовительным курсом, думаю, что для новичков будет также информация, допустим, лучше усваиваться, если будет, ну, какой-то вот курс для новичков. Во всяком случае терминология и вот такие прочие моменты, в которых мне тоже дополнительно приходилось разбираться, смотреть, запоминать, в словарь там часто заглядывать. Вот, и вот как раз-таки можно сделать покерный словарь на сайте Pokerability, но в котором проще ориентироваться. Не так, чтобы там по группе букв искать, там, группа букв от А до Я, а так, чтобы нажал на определенную букву, и там тебе все термины показались. Ну, все необходимые слова нашел, понял, все, пошел дальше по обучению, по плану и, ну, не тормозишься на этом. На PokerStars, вот, на стороннем ресурсе, пользовался словарем, в принципе, достаточно удобно, но я думаю, что можно сделать и более профессиональный словарь. Так, и на курсе вот убрать, я думаю, что можно только добавить, ну, вопрос, как бы, только как все успеть, как всю информацию усвоить. И, ну, вообще, в принципе, как бы, на курсе очень много информации уложили в короткие сжатые сроки, темп хороший задали. Мне, в принципе, курс понравился, заново можно проходить, информация будет усваиваться все больше и больше. И, соответственно, ну, так держать, как бы, последующие курсы, надеюсь, тоже буду брать, но нужно усвоить эту информацию процентов хотя бы на 90. Вот, в общем-то, спасибо за участие каждому.